Его искали 15 лет. Он сменил имя, получил новые документы. Он бежал на другой конец света, из Европы в Латинскую Америку, где мог рассчитывать на помощь и поддержку. Латиноамериканские государства, таких как он, не выдавали. И тем не менее, все эти 15 лет он жил в страхе. Он ждал, что за ним придут. После 8 мая 1945 года он всячески избегал встреч с людьми, за которыми охотился, пока существовал Третий Рейх. Роли поменялись. Теперь уже искали его. Вечером 11 мая 1960 года, когда он шел с автобусной остановки домой, его схватили и силой усадили в машину. Спросили, ваше имя. Он назвал подлинное. Я Адульф Эйхман. За эти годы в воображении людей он превратился в настоящее чудовище. Агенты израильской разведки, которые схватили его в Аргентине, были поражены, увидев самого обычного, даже жалкого человечка. И это убийца 6 миллионов? 23 мая 1960 года премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион сообщил в Коносите. Адольф Эйхман, один из самых чудовищных нацистских преступников, находится в израильской тюрьме. Для всех это был сюрприз. Американцы полагали, что Эйхман давно покончил с собой, понимая, что ему лучше не попадать в руки правосудия. После начала Холодной войны желание искать нацистских преступников исчезло. Руководители ЦРУ информировали Сенат США, что не имеют возможности заниматься их розыском. Когда рушился Третий Рейх, сотрудники Главного управления имперской безопасности обзаводились фальшивыми удостоверениями личности, чтобы спастись от наказания. На Курфюрстенштрассе, где находилась служба безопасности СД, рассказывал Эйхман, выписывали фальшивые документы, тем сотрудникам Четвертого управления, кто хотел изменить фамилию и профессию, скажем, желал превратиться в страхового агента. Начальник гестапо Генрих Мюллер спросил меня, как быть с вами? Я сказал, что мне документы не нужны. Может быть, Адольф Эйхман не доверял товарищам по работе? Может быть, думал, что его искать не станут и укрылся в родной Австрии? После крушения Третьего Рейха он все-таки попал в американский лагерь для интернированных, но назвался чужим именем и легко сбежал. Несколько лет работал на ферме, разводил кур, но понял, что отсидеться не удастся. Нацистские лагеря уничтожения стали шоком для союзников. Они насильно водили туда немцев, чтобы они увидели свои преступления. Когда Эйхману стало ясно, что его ищут, в 1950 году он поехал в Италию. Бывшие сослуживцы помогли ему раздобыть паспорт на имя Рикардо Клементо. Аргентинский консул в Генуи выдал ему визу, и 14 июля 1950-го Адольф Эйхман отплыл в Буэнос-Айрес. Затем началась операция прикрытия. Некий Карл Лукас дал в австрийском суде показания, что на его глазах Адольф Эйхман был убит в битве за Прагу 30 апреля 1945 года. Эйхмана уже хотели исключить из списка разыскиваемых преступников и признать умершим. Но его делом занялся Симон Визенталь, который станет самым знаменитым охотником за нацистами. Прошло много лет, прежде чем Симону Визенталю, один бывший сотрудник Абвера, не любивший нацистов, показал письмо из Буэнос-Айреса. Его приятель писал, что видел в столице Аргентины Эйхмана. В 1959 году израильская политическая разведка Моссад получила информацию о том, что Эйхман называет себя Рикардо Климентом и живет в пригороде Буэнос-Айреса. Первой в Аргентину отправилась группа наружного наблюдения. В марте 1960 года разведчики убедились, что идут по верному следу. Но латиноамериканские страны нацистских преступников не выдавали. Так как же посадить Эйхмана на скамье подсудимых? В Моссад решили захватить Эйхмана, доставить его на конспиративную квартиру и держать там до тех пор, пока не появится возможность вывести нацистского преступника из страны. Но между Аргентиной и Израилем в 1960 году не существовало прямого авиасообщения. Морской путь был слишком долгим, и тут представилась неожиданная возможность. 3 мая 1960 года оперативная группа «Моссад» из трех человек отправилась в Аргентину. Они сняли дом и взяли на прокат два автомобиля. Эйхмана схватили поздно вечером 11 мая, когда он возвращался домой после работы. Было уже темно, шел дождь. Руководитель группы сбил его с ног и затолкал в машину. До 20 мая его держали на конспиративной квартире. Директор «Моссад» и сэр Хорель придумал, как вывезти его из страны. В Буэнос-Айрес на празднование 150-летия Аргентины прилетела официальная израильская делегация на специальном самолете. Экипаж состоял из людей, отобранных сотрудниками разведки. На инвалидном кресле Эйхмана, которому дали снотворное, отвезли в аэропорт и занесли в самолет под видом тяжелобольного человека. Самолет немедленно взмыл в воздух. Аргентина обратилась с жалобой в Совет безопасности ООН. За нацистского преступника вступились арабские страны. Для других государств с тех пор, как стало известно, что происходило в концлагерях, это было невозможно. Египетский посол в Москве обратился за помощью к заместителю министра иностранных дел Якова Александровичу Малику. Доказывал, что нужно выразить протест по поводу похищения Адольфа Эйхмана. Речь идет о похищении человека агентами одного государства на территории другого государства, что фактически означает агрессивный акт и грубое нарушение суверенитета. Важно, чтобы действия Израиля были осуждены и чтобы принятая по этому вопросу резолюция была ясной и не содержала каких-либо компромиссов. В этой связи важно, чтобы Советский Союз занял позицию осуждения этих действий. Это окажет благоприятное влияние на общественное мнение арабских стран. Адольфа Эйхмана судили в Иерусалиме. Открытый процесс продолжался 4 месяца. Еще 4 месяца судьи совещались. Они знали, что приговор по этому делу должен быть безукоризненным и беспристрастным. За судьями следили не только миллионы людей по всему миру, но и множество профессиональных юристов и ученых. История юриспруденции знает подсудимых с более громкими именами и высокими званиями. Человек, которого судили в Иерусалиме, остался бы безвестным функционером нацистского аппарата, если бы не страшные итоги его деятельности. Оберштурмбаннфюрер СС Адольф Эйхман отвечал в 4-м управлении Гестапо, Главного управления имперской безопасности, за окончательное решение еврейского вопроса. Имея всего нескольких подчиненных, он привел в действие гигантский механизм, который за несколько лет уничтожил 6 миллионов человек. Для выживших Адольф Эйхман был воплощением зла, дьяволом воплоти. Его мало кто видел. Узники лагерей знали только своих непосредственных мучителей, надзирателей и охранников. Эйхман никого не избивал, не загонял в газовую камеру, вообще редко появлялся в лагерях. Но каждый, кто оказался сначала в гетто, а затем и в лагере уничтожения, знал, что нашел его, и отправил туда Адольф Эйхман. Считается, что изначально у Гитлера не было четкого плана уничтожения евреев. План разрабатывался постепенно. Да и надо было приучить немцев тому, что люди, которые живут рядом с ними, должны быть уничтожены. Поначалу речь шла об изгнании, но более практические соображения ускорили дело. К расовым мечтаниям нацистов прибавился страх остаться без продовольствия, который преследовал Гитлера. В Первую мировую войну блокады Германии французским и британским флотам привела к тому, что немцы почти голодали. Считается, что в результате погибло около 600 тысяч немцев и австрийцев. Практически каждый немец в 30-е годы помнил, как он голодал во время войны или сразу после нее. Нацисты поставили перед собой задачу присоединить к рейху плодородные земли, изгнав оттуда местное население и избавиться от лишних едоков. Гитлер сделал министром сельского хозяйства Рихарда Вальтера Дорре, главного аграрного идеолога нацистов. Дорре родился в Аргентине. Он не смог получить аттестат об окончании школы. После войны он поступил в сельскохозяйственный институт специальность свиноводства. Дорре считал, что немцы должны оставаться крестьянами. Враги немцев – это лишенные корней городские жители. Либералы разорвали мистическую связь между немецким народом и землей, лишая народ жизненных сил. Земля превратилась в товар, который можно продавать и покупать. Его заместитель Герберт Бакке родился в Батуми, в Грузии. Его семья обосновалась в России в 19 веке. После начала Первой мировой семью интернировали и отправили за Урал. В 1918 году он вернулся в Германию. В 1922 году вступил в нацистскую партию. В 1926 году Бакке написал докторскую диссертацию «Зерновая экономика как основа экономики и народного строительства в России». Бакке считал, что Россия будет развиваться только под руководством иностранных этнических элементов, которые займут командные высоты в обществе. Руководители Минсельхоза Даре и Бакке объявили всенародную битву за урожай. Сельский партийный аппарат проводил собрание и митинги. Присланные министерством агрономы объясняли задачи. Уменьшить зависимость от импортных кормов, заменить их отечественными, сеном, турнепсом, то есть репой, ботвой сахарной свеклы, свиней откармливали картошкой. Но усилия партии не помогли. Урожай ржи и пшеницы, начиная с 1934 года, были очень низкими. Пустили в ход стратегические резервы. В муку подмешивали кукурузу и картофельный крахмал. В 1936 году стало очевидно, что сельское хозяйство Германии не в состоянии полностью обеспечить страну продовольствием, если ничего не менять в организации аграрного сектора. Но нацистские руководители видели выход в территориальных приобретениях. Считали, что нужно прибавить еще 7-8 миллионов гектаров плодородной земли к 34 миллионам гектаров в Германии. Естественная сфера обитания немецкого народа, писал министр сельского хозяйства Даре, это территория к востоку от Рейха до Урала, к югу до Кавказа, Каспийского и Черного морей. Мы должны освоить это пространство, следуя тому закону, что более полноценный народ имеет право захватывать и владеть землей, принадлежащей неполноценному народу. Накануне Второй мировой руководители Третьего рейха были уверены, что стране угрожает продовольственный кризис. Мобилизация в армию лишала село рабочих рук. Больше всего вкалывали в поле женщины. Они слишком много трудились, и нацисты-идеологи боялись, что женщины станут меньше рожать. Нехватку рабочей силы пытались компенсировать, отправляя на сбор урожая горожан и школьников. Урожай 1939 года был плохим. Это вело с собой сокращение количества картошки, которая шла на корм животным, что в свою очередь означало сокращение поставок свинины и молока. Когда Польша была разгромлена, для работы на селе мобилизовали 300 тысяч польских военнопленных. Но этого было недостаточно. Когда советский нарком иностранных дел Вячеслав Михайлович Молотов приехал на три дня в Берлин в ноябре 1940-го, немцы первым делом поставили вопрос об удвоении поставок зерна, которые уже достигли миллиона тонн в год. В Москве ответили согласием. Поставки увеличились уже в январе 1941-го. Но благодарности от нацистов не дождались. Гитлер уверился в том, что первым делом надо захватить Украину, чтобы кормить Германию. Причем ему нужна была Украина без украинцев и Польша без поляков. Профессор Конрад Майер из аппарата имперского комиссариата по расселению немецкого народа представил первый вариант плана использования оккупированных территорий Рейхсфюреру СС Генриху Гиммлеру 15 июля 1941 года. Профессор Майер разработал план очистки Восточной Европы не только от евреев, но и вообще от местного населения. Из Польши он предлагал изъять 80-85% населения. С Украины 64%. Из Белоруссии 75%. Территория вокруг Ленинграда подлежала полной очистке от русских. 21 марта 1942 года Гитлер назначил гауляйтера Тюринги Фрица Заукеля уполномоченным по трудовой мобилизации. Семья Заукеля не могла дать ему даже школьного образования. Он нашел себя в партийной работе. Получив от Гитлера полномочия по привлечению иностранной рабочей силы, Фриц Заукель вез в Германию миллионы молодых женщин и мужчин из разных стран Европы. На работу в Германию отправили почти 3 миллиона советских граждан. Много поляков, французов, словаков, бельгийцев, голландцев и итальянцев. В ту пору Германия была более многонациональной, чем сейчас. Правда, не по собственной воле. В одном только Мюнхене было 120 лагерей военнопленных, 286 бараков для иностранных рабочих, 7 филиалов концлагерей. Пик был достигнут летом 1944 года. В Германии было около 8 миллионов иностранных рабочих, 20% всей рабочей силы. На военных заводах иностранцы составляли треть работающих. Как сообщил заместитель министра авиации Архард Мильх, в июне 1943 года бомбардировщики Юнкерс-87 на 80% собирались советскими рабочими. Ведомство Заукеля обещало иностранным рабочим хорошие условия. Приехав в Германию, они оказывались за колючей проволокой и на голодном пайке. Немецкие компании докладывали, что иностранные рабочие желают трудиться, но падают в голодный обморок прямо на рабочем месте. Важнее всего для Заукеля было обеспечить рабочей силой шахты, потому что добыча угля была абсолютным приоритетом. Но шахтеров надо было хорошо кормить. В конце 1940 года руководители Игорь Фарбен обратили внимание на маленький городок Аушвиц в Верхней Селезии. Польское название Освенцам. Город Аушвиц сочли идеальным местом для крупного химического производства. Рядом угольные шахты, источники водоснабжения и отличная железная дорога. Здесь решили построить завод по производству метанола, сырья, необходимого для выпуска авиационного топлива и взрывчатых веществ. Первый транспорт с метанолом вышел из Аушвица в октябре 1943-го. По этому случаю был устроен праздник, на который руководители компании Игфарбен пригласили коменданта лагеря оберштурмбанфюрера Рудольфа Хесса. По самым осторожным подсчетам в Аушвиц отправили миллион сто тысяч евреев. Девятьсот тысяч убили сразу. Двести тысяч оставили для работы. Там же держали поляков, цыган, советских и других военнопленных. Лагерники построили завод для Игфарбен и многие другие предприятия в восточной части Силезии. Первым на военную промышленность стал работать Аушвиц. Затем лагерь в Араньенбурге, который в сентябре 1942-го года передал авиационным заводам Хенкель первых 800 рабочих. Равенсбрюк снабжал женщинами-работницами компанию Сименс. Заксон Хаузен отправлял узников на завод Даймлер-Бенц. Дахау заводом Байреша-Моторверки, которые ныне выпускают автомобили БМВ. Урожаи зерновы в Германии в 1940-м и 1941-м были низкими. Из-за недостатка кормов зарезали четверть поголовья свиней. В июне 1941-го сократили выдачу мяса по карточкам. Еще в начале 1941-го Министерство продовольствия и сельского хозяйства и экономическое управление Вермахта договорились, что в Советском Союзе должны умереть от голода не менее 30 миллионов человек. В первые месяцы войны немцы обрекли попавших в плен советских военнослужащих на смерть. Но уже в ноябре 1941-го уполномоченный по четырехлетнему плану развития экономики Герман Геринг приказал отправлять пленных на работу в Германию. Сотни тысяч бывших военнослужащих повезли в Рейх. Но кормили их плохо, они болели и умирали. Даже командование Вермахта жаловалось, что нелепо привезти в страну людей на работу и позволить им сразу умереть. Из почти двух миллионов советских военнопленных, отправленных на работы, выжила только половина. Геринг приказал возместить потери, мобилизовав русских и украинцев на работу в Германии. Заместитель министра сельского хозяйства Герберт Баке просил этого не делать. Иностранных рабочих ввозят миллионами, а кормить их нечем. Циничный Геринг бросил, что русских можно кормить кошками и кониной. Баке проконсультировался со своими экспертами и всерьез доложил Рейхсмаршалу, что в стране нет достаточного количества кошек, а конина уже используется как добавка к рациону немецких граждан. К тому же паёк разворовывался. Немецкие чиновники тоже были продажными. Иностранным рабочим не доставались даже те пайки, которые им выделялись Министерством продовольствия. Эти продукты оказывались на чёрном рынке. 30 миллионов русских ещё накануне войны решили уничтожить даже не по расовым соображениям, а по продовольственным. Тем более, что в апреле 1942 года пришлось сократить рационы немцев. Режим страшно боялся ухудшения морального состояния немцев, но продовольствия не хватало. Информационные сводки СД фиксировали массовое возмущение немцев. Продовольственный кризис напугал руководство Рейха. Гитлер уволил министра продовольствия и сельского хозяйства Вальтера Местное население лишние едоки должно сократиться. На совещании с Гауляйтерми в начале августа 1942 года Герман Геринг говорил «Рейх контролирует огромные территории, каких не было в нашем распоряжении в прошлую войну, а я вынужден ограничивать немецкий народ жалкими пайками. Фюрер не один раз говорил, и я повторю вслед за ним, если кто-то обречен голодать, то это должны быть не немцы, а другие народы. Я вижу, что на оккупированных территориях люди обжираются, а наш народ голодает». 4 октября 1942 года Герман Геринг выступал по радио с благодарственной речью «Урожаю». Он обещал женщинам, работавшим на внутреннем фронте, дополнительные пайки к Рождеству. Он обращался к сердцу и желудку. С сегодняшнего дня все будет становиться лучше и лучше, потому что области с самой плодородной землей теперь принадлежат нам. Яйца, масло, мука, все это имеется там в таких количествах, каких вы себе даже представить не можете. Геринг обещал восстановить уровень выдачи продовольствия по карточкам за счет поставок с оккупированных территорий. Он добился того, что поставки увеличились вдвое. Оккупированная Европа давала Германию пятую часть зерна, четверть жиров и 30% мяса. Готовность уморить голодом целые народы ради того, чтобы немцы получали все, что им нужно, не встречало возражений в Германии. Рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер приказал своим подчиненным начать с евреев. Оккупационные власти на территории Польши приняли решение ускорить уничтожение евреев. Исчезнет необходимость в продуктах для полутора миллионов евреев. Точнее останется примерно 300 тысяч, которые еще могут в интересах Германии работать ремесленниками или в каком-то ином качестве. А на остальных евреев примерно миллион двести тысяч продовольствия больше выделяться не будет. В течение четырех месяцев больше миллиона польских евреев были убиты. На вилле у берлинского озера Ванзее начальник главного управления имперской безопасности Рейнхард Гейдрих объяснил высшим чиновникам Третьего рейха, что задача партии и государства уничтожить всех евреев. Адольф Эйхман снабдил Гейдриха всеми цифрами для доклада и вел протокол совещания. После конференции в Ванзее мы остались втроем. Гейдрих, Мюллер и я рассказывал на суде Эйхман. Гейдрих объяснил мне, как составить протокол конференции. Потом меня пригласили выпить коньяку. Мы выпили две или три порции. В 1941 году, накануне вторжения в Советский Союз, были созданы специальные подразделения войск СС, которые по мере продвижения вермахта должны были уничтожать еврейское население. Неподалеку от Минска Эйхман присутствовал на расстреле. Евреев поставили перед рвом. ССовцы стреляли в затылок одному за другим. Эйхман стал слишком близко к одной из женщин, державшей в руках ребенка. ССовцы сначала застрелили женщину, потом ребенка. Эйхман был поражен неаккуратностью ССовцев. Кровь и мозги из простреленной головы ребенка испачкали его кожаное пальто. Расстрел как метод не понравился Эйхману. Слишком медленно, слишком неаккуратно и слишком дорого. Германия должна экономить патроны для фронта. Он доложил свои соображения начальнику гестапо группенфюреру СС Генриху Мюллеру. Тот был, как обычно, немногословен, но с подчиненным согласился. Да, товарищ Эйхман, ты прав. Я видел, как происходило уничтожение в газовой камере, вспоминал на суде Эйхман. как в Минске расстреливали и тогда убили ребенка на руках у матери. Однажды на Украине я увидел, как из груды расстрелянных тел ударил фонтан крови. Такого я никогда не видел. Мюллер меня туда посылал и я обо всем докладывал. В тот момент, когда заработали газовые камеры, Эйхман понял, что сможет выполнить порученное ему дело. Исполнительность и аккуратность это было главное достоинство, которое так ценили в аппарате. Люди, которые убивают по личным соображениям, кто руководствуется эмоциями, не годятся для командной работы. Они ненадежны. Нацистский аппарат был организован так, что на ключевых должностях были люди, которые рассматривали убийство прежде всего как организационную проблему. Садисты же находили себе место на низшем уровне среди простых исполнителей. Эйхман был уверен, что заслуживает более высокого звания. Жаловался следователю. Я считал, что меня обходят и сказал себе, сейчас ты оберштурмбаннфюрер. Если пойдешь на фронт, там быстрее дадут штандарт анфюрера. Но я так и просидел до мая 45-го года оберштурмбаннфюрером, потому что при моей должности начальника отдела это кадровый потолок. Адольф Эйхман прежде всего скрупулезно выяснил, скольких придется уничтожить. Составил карты расселения еврейского населения в Европе, затем подробные списки. Он настоял на том, чтобы все евреи носили желтую звезду, дабы легче было их опознать. Сселял их в гетто, оттуда проще отправлять в лагерь. Он без устали колесил по Европе, выискивая неучтенных евреев, договариваясь с транспортным ведомством и местными властями о выводе евреев в лагеря уничтожения. Власти обыкновенно шли ему навстречу. Только в Дании и Голландии у Эйхмана возникли затруднения. Здесь не хотели выдавать евреев. Болгария, хотя и была союзником Германии, отказалась депортировать в концлагеря своих евреев и спасла 50 тысяч человек. Зато он обнаружил, что кое-кто обошелся без его помощи. Немецкие войска еще не успевали вступить в прибалтийские города, а местные жители уже убивали коммунистов и устраивали еврейские погромы. В Прибалтике евреи чувствовали себя как в пустыне. Им негде было спрятаться. Соседи оказались страшнее немцев. Практически все лагеря уничтожения были построены на территории Польши. Немцы знали, что поляки возражать не станут. За редчайшим исключением никто не пожелал помочь евреям. Этот мотив возникнет потом и во время суда в Иерусалиме. Сотни тысяч людей жили рядом с лагерями смерти. Они шли на работу, вдыхая запах горящего человеческого мяса. Когда они смотрели в ту сторону, то видели нескончаемые клубы дыма. поднимавшиеся в небеса. Дома их соседи опустили. Исчезали люди, которые жили рядом с ними. Они стояли и смотрели, как избивали евреев, как штыками их загоняли в вагоны, везли за сотни километров без воды и пищи. Видели, как их заставляли бежать, полумертвых, полубезумных, бежать в раздевалку, откуда открывалась дорога в небеса, как говорили немцы, в газовые камеры. Что чувствовали эти свидетели террора? За малым исключением они были равнодушны к происходившему. Или даже благодарны эсэсовцам. Евреи сами во всем виноваты. На суде Эйхман жаловался на неповоротливость германской бюрократии. После конференции в Ванзее Гейдрих сказал мне, решение принято, действуй, как считаешь нужным, но сделай все быстро. Но Гиммлер отдавал сотни приказов, различные ведомства вмешивались. Трудно было работать. Дважды в неделю я докладывал о ходе работы начальнику гестапо Мюллеру. Я не имел отношения к расстрелам. У меня не было на это полномочий. Я занимался только транспортировкой. Я ничего не решал. Я был инструментом в руках высших сил. На суд в Иерусалим приехали многие видные ученые. Они хотели понять феномен Эйхмана. Среди них была Хана Арент, крупнейший немецкий социолог и философ. Она пришла к выводу, показавшемуся тогда неожиданным. Эйхман не дьявол, не фанатик, не маньяк, не садист. Во время суда каждый мог убедиться, что этот человек не чудовище, писала Ханна Арент. Он нормальная среднестатистическая личность, не слабоумный, не зацикленный, идеологически, не циничный. Адольф Эйхман был образцовым немецким чиновником. Полдюжины психиатров подтвердили, что он вполне нормален. Банальность зла – это формула Ханны Арент. Это объяснение позволяло каким-то образом понять необъяснимое. Нормальность с точки зрения психиатров человек годами методично убивает людей и считает это своим долгом. Нацизм выглядел как помрачение ума целого народа, как безумие, способное ослепить целое общество. Маленький, ничем не примечательный, обыкновенный человек, поддавшись этому безумию, совершает невиданное в истории преступление. Эйхман готов был принять это объяснение. Он считал себя невиновным, потому что всего лишь исполнял свой служебный долг. На допросе он говорил следователю, «Вы же солдат, вы выполняете приказ», внушал он израильскому офицеру. «Почему вас удивляет, что и другие делают то же самое? Я никогда никого не убивал. Я занимался только тем, что находил евреев и отправлял их в лагеря. Таков был приказ фюрера. Я должен был подчиняться. Выбора у меня не было. Если бы мне в то время сказали, «Твой отец изменник, и я должен его убить, то я бы сделал это». Ибо предполагалось одно – приказ начальника – это приказ. Пятки вместе, носки врозь, и отвечать так точно». С детства исполнительность была чрезвычайно важным для меня качеством. Когда я поступил на военную службу, то обнаружил, что мне нравится подчиняться приказам. Когда я оглядываюсь назад, я понимаю, что жизнь, основанная на привычке подчиняться и исполнять приказы, это очень комфортная жизнь. Это сводит к минимуму необходимость размышлять. Когда нацисты были разгромлены, он был в панике. Как жить в мире, где тобой больше никто не командует? Я чувствовал себя совершенно неспособным жить самостоятельно. Адольф Эйхман родился в Золингеневрейнской области. Когда мальчику было 6 лет, его отца, бухгалтера, перевели в австрийский город Линц, где вырос и Гитлер. Молодой Эйхман торговал керосином и надеялся заняться смазочными маслами. В апреле 1932 года он вступил в национально-социалистическую партию и в СС. Его отец был хорошо знаком с отцом Эрнста Кальтенбруннера, будущего начальника главного управления имперской безопасности. Кальтенбруннер младше и дал Эйхману рекомендательное письмо, когда тот в 1933-м решил перебраться в Рейх. Эйхмана направили служить в австрийский легион СС, сформированный с дальним прицелом, готовить кадры для работы на австрийской территории после ее присоединения к Германии. Он изъявил желание перейти в службу безопасности. СД. Таким же был Эйхман? Нормальным человеком с испорченным общественными условиями характером? Пленником безвыходного положения? Или же гнусным и подлым негодяем? Суд поручил психиатру установить, является ли подсудимый психически вменяемым и способен ли он предстать перед судом? Нервозный, жестокий, нетерпящий возражений. Вот каким увидели психиатры Эйхмана. Другие черты его характера – холодный, недоверчивый, эгоцентричный, неспособный к дружбе. В родительском доме он вырос без тепла, без радости. Вместо любви в семье культивировалась дисциплина. Строгость и наказание воспитали в нем страх перед начальником, способным причинить боль. Это сделало Эйхмана неврастенником, склонным к паранойи. Одержимый исполнитель, который педантично следил за исполнением каждой детали приказа, он думал только о том, как угодить начальнику, и больше всего боялся не справиться. Невероятная аккуратность видна была даже в суде. Он вставал, когда к нему обращались, постоянно повторял «Еволь, так точно!» Председателю суда относился как к большому начальнику, называл его «Господин президент». Личность Эйхмана, считают психиатры, исследовавшие несколько сот нацистских военных преступников, была характерной для того режима, которому он столь преданно служил. Режима неукоснительного бюрократического порядка и опустошающей жестокости. Само понятие «банальность зла» помогло многое понять в механизме тоталитарного государства. Тем не менее, это объяснение представляется недостаточным. На процессе обвинитель спрашивал Эйхмана, «С вашей точки зрения, коменданта Свенсома, Хос, преступник?» Он несчастный человек, выдавил из себя Эйхман. Я его жалею. «Он преступник или нет?» требовал ответа обвинитель. Эйхман сорвался, может быть, единственный раз за весь процесс. Я не желаю раскрывать свои чувства и мысли. Обвинитель задал последний вопрос. Вы признаете себя виновным в уничтожении шести миллионов человек? С человеческой точки зрения, да. Уничтожение евреев чудовищное преступление, но я никого не убивал. Я занимался только транспортом. С некоторым чувством гордости Эйхман добавил, «И меня никто не мог упрекнуть, что я плохо исполняю свой долг». Он действовал с энтузиазмом и по собственной воле, говорил на процессе обвинитель. Он перешел границу, которая отделяет человека от зверя. Он совершил невиданные преступления. Почему из десятков миллионов немцев именно Эйхман был выбран для этой преступной работы и почему он проявил такое рвение? Уничтожение людей стало для него не просто выполнением приказа, а делом всей жизни. Он был словно заворожен этой целью. Он не думал ни о чем другом. Бывший комендант Освенсома на Нюрнбергском трибунале оберштормбаннфюрер Рудольф Хёс рассказывал о Эйхмане. Он был совершенно одержим своей миссией. Он настаивал на акциях уничтожения и возражал против отбора из эшелонов работоспособных евреев. Он считал это препятствием для окончательного решения еврейского вопроса, которое должно быть осуществлено как можно скорее, потому что невозможно предвидеть исход войны. Эйхман продолжал отправлять людей на смерть и в самом конце войны, когда руководители рейха лихорадочно искали пути спасения, и даже Гиммлер предвидел притормозить осуществление окончательного решения. Гиммлер хотел, чтобы я остановился, признался Эйхман. Он решил, что нам всем пора спасать наши шкуры. Я продолжал действовать. Если человеку поручено дело, он обязан довести его до конца. Обершторбанфюрер эсэс Эйхман позволил себе свысока смотреть на рейхсфюрера, проявившего непозволительную слабость. В сентябре сорокового Генрих Гиммлер напутствовал офицерский состав одного из полков войсковых формирований эсэс. Я хотел бы сказать вот что. Мы должны уважать людей в черных мундирах. Они также заслуживают этого, как и вы. Работа сотрудника СД или Гестапо составляет жизненно важную часть нашего общего дела. Легче идти со своей ротой в атаку, чем сдерживать с этой ротой культурно отсталое отвратительное население, производить казни, отправлять транспорты с людьми, удалять визжащих и плачущих женщин. Сам Генрих Гиммлер едва не лишился чувств, когда в концлагере его продемонстрировали процесс уничтожения узников. Эйхман в обморок не падал. Иерусалимский суд вынес вердикт 10 декабря 61-го. Адольф Эйхман виновен в преступлениях против человечности. Это был единственный человек, приговоренный к смерти в государстве Израиль. 31 мая 62-го его повесили. После того, как израильтяне поймали Эйхмана, директор Центрального разведывательного управления Соединенных Штатов Аллен Далес отправил шифровки в резидентуры в Гамбурге, Мюнхене и Франкфурте на Мэйне. Далес приказал скрыть во что бы то ни стало, что после войны американцы использовали в качестве агентов бывших нацистов. Если это выплывет, советская разведка начнет их шантажировать и перевербовывать.